Сдрогнешь и горе с плеч, и душа горе, Тай мне, о горе, спеть о моей горе. Это же начало поэмы Марина Цветаевой, поэмы «Горы». Оно, как нельзя лучше, почти иконно, передает сущность и смысл ее поэзии. Она очень внимательно читала Маяковского, называла его командором, не обращала внимания на его там воззрение. Это, конечно, симпатии Марины Цветаевой, естественно, были на стороне белого движения, на стороне белой гвардии служил ее муж и фронт. Она, конечно, была противоположных полисов с Маяковским, но она чувствовала силу его поэзии и очень многое от него взяла. И прежде всего она взяла вот знаменитая лесенка Маяковского, он записывал свои стихи лесенкой, но в написании эта лесенка, идущая вниз. Вот каким-то образом Маяковский не мог графически передать, что это надо читать интонации вверх. Он и читал интонации вверх восхождение. Но никому так это не удалось сделать, как Марине Цветаевой. Все ее стихи — это восхождение. Вот вы идете как бы по таким вот так ступеням вверх, 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 вверх. Это в лучшем смысле этого слова готическая поэзия, готика. Ну, готическая архитектура, она вся построена на постоянном вот выше-выше-выше-выше готический собор, много-много-много-много-много-много уходящих вверх. Это ее, это ее, это внутренняя ее природа, вот. Она входила в поэзию из глубинку, из культурных слоев, на московской культуре, ее отец-основатель музея изобразительного искусства, знаменитого Пушкинского музея, который мы все знаем, любим, и который каким-то чудом через все закрытия в 20 веке его закрывали потом. Сталин закрывал, потом открыли, вот. Ну, вообще, это такой музей, музей, если бы его не было, у нас бы не было такого окна вот в мировую культуру, которая есть в Москве. А с другой стороны, ее дедушка, историк Иловайский, вот. Наоборот, такой весь человек, весь устремленный в глубины русской истории, в глубины русской культуры. Все это в Цветаевой, в ее каком-то внутреннем мире очень глубоко было. Очень глубоко. Она человек европейской и глубоко русской культуры. Это все вместе, это такой котел, котел, где вот это все кипит, варится. Трудно даже сказать, как это было бы, если бы не великие потрясения 20-го столетия, в которых оказались эти замечательные поэты, в том числе Марина Цветаева. Но что замечательно, ее невозможно отнести к какому-нибудь движению или течению. Не к символизму, не к декадансу, хотя она начинала, так сказать, как, ну, все-таки, как в большей степени последовательница Брюсова. Но декаданс это все-таки не ее. Футуризм, нет, конечно, ее природа женская не очень была отзывчива на призывы футуристов, хотя, хотя, словотворчество было ей далеко не чуждо, и в ее стихах очень много неожиданных оборотов, которые не могли бы возникнуть вне движения футуризма. Но самое главное не это, самое главное все-таки вот восприятие мира, которое пришло с Мариной Цветаевой. А ее восприятие мира – это духовный труд. Это ее постоянная тема – духовный труд. Даже не тема, а просто вот исповедь. Даже в любви, даже в любви. Это какая-то постоянная, внутренняя, душевная, я бы сказал, телесная работа. И мне очень нравится ее стихотворение, где она создала оду, Мой письменный верный стол. Спасибо за то, что шел Со мною по всем путям Меня охранял, как шрам Мой письменный, вьючный, Му, спасибо, что ног не гнул Под ношей поклажу грез Спасибо, что нес и нес Стол поклажа грез Му, письменный, нагруженный поклажей грез В этом вся цвета В том, что Ломоносов называл Поэзия, есть сопряжение идей далековатых Вот му и стол Это еще можно сопряжение Но му и нож о грез Грезы, что-то такое нематериальное Что-то такое невесомое, прозрачное Вот он везет именно с напряжением Строжайшее изерцал Спасибо за то, что стал Соблазном мирских порок Всем радостным поперек Тут стол еще превращается Некой преградой от соблазнов мирских Свой род такой, как бы Монашеской кельи Вот эта преграда Ну, когда-то Цветаева говорила Что две вещи для нее сокрыты И недоступны Это религиозная молитва в храме Вот И чувственная радость в любви Но это, конечно, метафора Метафора И религиозное чувство ей И свойственно И, конечно Чувственность в любви, несомненно От зева до чрева Продольным разрезом Любимый Желанный Полезный Любимый Любимый Желанный Полезный От зева до чрева Продольным разрезом Ну, так ни одна женщина В русской поэзии Ни после Цветаевой Ни до Цветаевой Ни во время Цветаевой О любви Сказать не могла В ней был какой-то такой вот Ну, была даже, я бы сказал Такая вот страсть Мощная страсть Которая все И в то же время Вот эта Вот эта Огражденность От мира Недопускание Мира В свою Святая Святых В свое Святая Святых И стол Как преграда На пути Между мирским И внутренне Поэтическим Очень интересный Образ Всем радостям Поперек Ну, я бы не сказал Всем радостям Поперек Потому что Конечно, поэзия Высшая радость Но так же, как Монашество Доставляет Монаху Истинному монаху Истинному отшельнику Высшую Божественную радость И отрекаясь От радости Мира Он обретает Высшую радость Небесного Общения с Богом Такова В чем-то И природа Поэзии Она немножко Другого плана Но что-то Общее здесь есть Всем низостям Наотрез Дубовый Противовес Льву Ненависти Слону Обиды Всему-всему Мой Заживо Смертный Тез Спасибо, что Рос И рос Со мною По мере дел Настольных Большел Назад Назад На стул Спасибо за то, что Блюл и гнул У невечных благ Меня отбивал Как маг Самнамбулу Битв рубцы Стол Выстроившись Столбцы Горящие Жил Могрец Деяний Моих Столбец Столб Столбника Уст Затвор Ты был Не престол И простол Тем Был мне Что морю Толб Еврейский Горящий Столб Так Будь же Благословен Лбом Локтем Узлом Колен Испытывай Как пила В грудь Въевшийся Край Стола Ну, это такой Вот гимн Письменному Столу На самом деле Никому не письменному Столу Это гимн Творчеству Писательскому Труду Вот Такой Подвижническому Подвижничеству Своего рода Вот Это очень Очень Подлинное Свидетельство Духовной Работы Духовной Работы И Может быть Ни у кого Так это не ощущается Что поэзия Это кроме того Что это вдохновение Конечно Вдохновение Да Полет Но поэзия Это еще И труд Священный Труд Вот Вот Варина Цветаева В каждом ее Стихе Всегда Ощущается Некое Преодоление Некоторое То что называется Сопротивление Материал Она очень Любит Вот это Преодоление Некой Возникающих На пути Преград Вот И стол И стол Здесь Которого Одорены И престол И Преграда От соблазнов Мира И стол Он не просто Он Тес Растущий Казалось бы Мертвое дерево Но он растет У него Разрастается Поэт В своем творчестве Не может оставаться На месте Он обязательно Должен расти Мы так и говорим Он растет Вот это Ощущение Бесконечного Роста Но Марина Цветаева Ее популярность Которая Наступила Предсказание Что придет Еще черед Оно сбылось Но я не знаю Чего оно больше Принесло Пользы Или вреда Потому что Черед пришел Может быть Не самым Главным Стихам Марина Цветаевой Не на них В основном Стали обращать Внимание А на более Такие простые Стихи Которые Могла бы И не она Написать В принципе Цветаева Невозможно Без Борьбы С миром Она По природе Своей Такова Она борец С мирской Суетой И она Написала Вот такое Стихотворение Обличительное Я бы сказал Стихотворение Вот И обычно Обличение В поэзии Оно Не всегда Убедительно Потому что В поэзии Все-таки Главные чувства Это чувства Любви Нежности Прощения Все это В поэзии Очень важно Но Для Марина Святая Для ее характера Для ее душевной Структуры Для ее Строя Душевного Для нее Очень важно Назвать Добро Добром А зло Злом Обозначить Заклеймить Заклеймить Зло Без этого Она не существует И она В ней живет Заклинательница Заклинательница Она заклинает Вот Ограждает Человека От зла От пошлости Этого мира И пожалуй Вот она Одна же сказала Эстета Будут Мучить В аду На Медленном Огне Они Значит вот Эстет Не на самом А именно На медленном Огне Потому что Он эстет Вот Цветаева Не была Эстетом Ни в коей мере Цветаева Была борцом По природе своей Казалось бы Женщина Должна быть Вот Более мягкой Более уступчивой Более Но это В жизни Может быть А в поэзии Получилось иначе Ползет Подземный Змей Ползет Везет Людей И Каждый Со своей Газетой Со своей Экземой Жвачный Тик Газетный Каштоед Живатели Мастик Читатели Газец Кто чтец Старик Атлет Солдат Ни черт Лица Ни лет Скелет Раз нет Лица Газетный Лист Который Весь Париж Взбада Попадет Брось Девушка Радис Читателя Газет Кача Живет С сестрой Юца Убил отца Качаются Щитой Накачиваются Что для таких господ Закат Или рассвет Глотатели Пусток Читатели Газет Газет Читай Клевет Газет Читай Растрат Что не Столбец Навет Что не Абзац Отврат О С чем На страшный Суд Предстанете На свет Хвататели Минут Читатели Газет Пошел Пропал Исчез Стар Материнский Страх Мать Гутенберга В пресс Страшней Чем Шварцев Прах Уж Лучше На погост Чем В гнойный Лазарет Чесателей Корост Читателей Газет Кто Наших Сыновей Гноит В отсвете Лет Сместители Крабей Писатели Газет Вот Други И куда Сильней Чем В сих Строках Что Думаю Когда С рукописью В руках Стою Перед Лицом Пустее Места Нет Так Значит Не Лицом Редактора Газет Ной Нечисти Ух Как Она Здорово Это 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 Всего Лишь Навсего Вот Тридцать пятый год Ух Как Она Здорово Углядела Медиа Культурный Вернее Медиа Антикультурный Бум Еще Нет Телевидения Еще Газеты В основном И радио Это еще Не так Не очень Вот Вот Газета Вот Дело Тут Не в газетах Конечно Дело Не в газетах И пафос Ее направлен Вовсе Не Против Журналистики Вот Она Просто Начала Ощущать Когда Информация Становится Средством Потребления И Оболванивания Людей Брось Девушка Родишь Читателя Газет Когда Человек Перестает Быть собой Когда Он Становится Неким Оттиском Тех Клише Которые Навязывают Ему Медиасредства То Что мы Сегодня Называем СМИ Наивное Наивное Немножко Представление Марины Святаевой О том Что Можно Каким-то Образом Можно Каким-то Образом Обогнуть Вот это Все И Каким-то Образом Прийти К подлинным Ценностям Своего Я Своей Внутренней Культуры Ну да Она же Вот из Этого Круга Как она Попала Под Ворот Событий Как она Стала Тем Слово Иммиграция Употребляем Хотя Сами Иммигранты Никогда Не любили Это Вот я Застал В Париже Многих людей В частности Я вот Сдружился С Ириной Адоевцевой Уже Здесь В Москве Вот Вернее Еще В Ленинграде Вот Дело в том Что Они говорили Мы не иммигранты Мы изгнанники Изгнанники Но Изгнанники Это изгнанники Но ведь Вы посмотрите Как же Этим изгнанникам Повезло В начале Их жизни И в начале Их творческого Пути Обычно Когда говорят О Марине Цветаевой И о других Поэтах Начало 20 века Обращают Внимание На финалы Жизни Но Финал Жизни Он всегда Трагический Даже Если он Естественный Ну да Маяковский Застрелился Есенин Повесился Вот Марина Цветаева Тоже Покончила С собой Но Дело В том Что Все-таки Все-таки Начало Их Жизни Было Сплошным Счастьем И сплошной Радостью Они были Внутри Того Времени Замечательного Когда Все Ожило Все Все Взволновалось Все было Пронизано Культурой Культурными Токами Когда Если бы Несчастье Вот этой Первой Мировой Войны Которая Превратилась Потом Вот В эти Все Ужасающие События И Перерастание Первой Мировой Войны Во вторую В конечном итоге Произошло Вот И Террор Который Обрушился В конечном В итоге И на Марину Цветаеву По ее Возвращении Из миграции Вот Но Начало То было Какое Восхитительное Какое Замечательное Дружба С Волошиной Дружба С великим Немецким Поэтом Рильке Даже не дружба Немножко Другое У нее Была Влюбленность Определенная Ну Рильке Трудно Сказать Каковы Были Его Отношения С Мариной Цветаевой Вот Но Вот Было А уж Пастернак С ним Общение С ним Особые Конечно Отношения Но Надо Понять Этот Странный Парадокс Когда Марина Цветаева Уже В эмиграции Получает От Пастернака Поэму Революционную Поэму О лейтенанте Шмидте Вот Она Ждет Любовных Признаний Или во всяком Случае Конечно Каких-то так Лирических Писем Паранизанных Лирическими Чувствами А получает Вот эту Революционную Поэму Между ними Возникает Эпистолярное Непонимание Эпистолярное Непонимание Потому что Естественно Цветаева Выражает Своё Мягко говоря Холодное Отношение К тому Что называется Революцией Пастернак Пастернак Ей пишет Объясняя Свой интерес К революции К лейтенанту Шмидту Но Пастернак Прекрасно Понимает Что эти письма Читаются Иллюстрируется И относиться Вот К переписке Такого рода Надо Очень Очень Настороженно Как Например К переписке Когда Пушкин Прочитав Философские Письма Чаодаева Где он Говорит Что Вот Мы Движемся Во тьме Мы Не запад Мы не восток И пора бы нам Прикнуть К общему потоку Мировой цивилизации И так далее И где он Пишет Нет Вот Я никакой Другой истории Не хотел бы иметь Вот И неправ Чаодаев У нас есть Такие Замечательные Яркие личности Как Иван Грозный Ну Уж Выбрана фигурка Так Прямо скажем Мягко говоря Дискуссионная Дискуссионная Но понять то надо Что пишется Это не в контексте Свободного разговора Вот Конечно Вполне Иван Грозный Тянет И на Ричарда Третьего И на Магбета Вот Таких Кровавых героев Шекспира Я Конечно Пушкин прав Но в данном То случае Он пишет Опять же Знает Что каждое письмо Читается И перечитывается А Чайдаев Уже под домашний Арест попадает И к нему Каждый день В течение многих лет Приходит врач Свидетельствовать Его психическое состояние Такое изощренное издевательство Которое перерастет Уже в советское время В создание Когда людей Инако мыслись Их стали помещать С диагнозом Придуманным специально Вяло текущая Шизофрения Только шизофреник Может быть недовольным Нашей социалистической Действительностью Вот первой жертвой Такой Шизофреника Недовольного Той действительностью В которой он жил Был Чайдаев Шипер Николая I Ну Марина Чветаева Она вкусила Эстетический рай Она вкусила Эстетический рай Одно общение С Волошиным Чего стоит Она вспоминает Ну да Волошин особая личность Конечно Особая личность Он на всех Оказывал влияние Она всех Оказывала Громадное влияние Ему удалось Создать В Коктебеле Некое Государство Поэтов Где все Могли найти Пристанище Прибежище Приют Ночлег Но самое главное То что Сегодня мы называем Духовное Окормление Вот И туда И от Революционных Событий И от Бурь Гражданской Войны Можно было Приезжали И находили Там Вот это Царство Аполитической Свободы Где Можно было Не заниматься Политикой Вообще Конечно Политика Это Чаще всего Смерть Поэзии Ну Есть правила Без исключения Все так Но вот Насколько Театр Без политики Невозможен Он Как-то Умирает Когда нет Политического Заказа Вот Настолько Поэзия Она сразу Как-то Становится Прямолинейной И плоской И те стихи Которые Пронизаны Каким-то Политическим Заказом Пусть даже Этот заказ Из сердца Идет И внутренний Они Несоизмеримы И несопоставимы С теми стихами Которые идут Изнутри Когда Марина Цветаева Пишет Тоска по родине Давно Разоблаченная Марокко И заканчивает Но если Куст Особенно Рябины То да Сердце Сжимается А когда Она пишет Мой сын Езжай В свою Страну Без нас Страну В На Марс Страну То оно-то Все правильно И страна На Марс Хотя И без нас Без Но Не говоря уже О ужасном Трагическом Результате Этого призыва О Возвращение В гибель Оказалось Вот Марина Цветаева Она вся Соткана Из каких-то Бурных Внутренних Противоречий Она Очень Если читаешь Ее Переписку Читаешь Ее И может Подумать Что Ну да Марина Цветаева Везде скитается Она Терпит Бедствия И так далее А потом Ты идешь По тем местам Где она была В Париже Медон Дача Где творил Бердяев Где творила Марина Цветаева Усейная розами Увитая розами Замечательное место Вот В Праге Самое Красивое Место В Праге Ну и сейчас Пражанию Очень чтят Марина Цветаева Берегут Это место Вот этот дом Он стоит Над высоким Обрывом Который Простираются Садами Велик Положено было Как-то так Всячески Педалировать Страдания Ну и Марина Цветаева Несколько Эту Ноту Пережала Я бы сказал Вот она Например Пишет Вот Сейчас Такое Бедствие Что да Я вынуждена Была Пойти на базар Купить Мясо И мясорубку И провернуть Котлеты Ну для нее Это Действительно Подвиг И мясорубка И провернуть И поджарить Котлеты Все Да Для нее Это подвиг Она рождена В совершенно Других Условиях И к совершенно Другому Привыкла Вот Конечно Ей трудно было Представить Тот ужас Который Которым Будет Финал Ее жизнь Когда не будет Ни мясорубок Ни мяса Нечего будет Провернуть Но я бы ее Поэзию Все-таки Отнес Еще И к такой Линии Линии Не сказать Богоборческой Но Природоборческой Природоборческой Есть люди Которые Вот Спокойно Ну Гармонического Характера Гармонического Такого Сложения Внутреннего Которые Все Принимают Спокойно Спокойно И С мудростью С улыбкой Вот Таким Безмятежным Моцартовским Характером Обладал Гений Пушкина А есть люди Державин Такой Был Жизнь Есть Небес Священный Дар Устрой ее К себе К покою И Там С чувством Благослови Судьбы Удар Все Все так В общем Все хорошо Вот А есть поэты У которых Рефрен Все Плохо Все Плохо Все Плохо Которые Очень Остро Чувствуют Дисгармонию Мира И Передают Ее Гораздо Тоньше И Глубже И Лучше Чем Все остальные Они Просто Чувствуют Трещина Мира Проходит Через Их Сердце Вот Такой Была Марина Цветаева И У нее Есть Одно Гениальное Стихотворение Вообще Все Поэты Проверяются В какой-то Степени В каком-то Трудно И вот Оно Стихотворение Надгробия Передает Очень Тонко Передает Мистическое Метафизическое Ощущение Что Граница Человеческой Жизни Она Вовсе Не Проходит Вот Между Жизнью И смертью О нет Человек Находится И там В той Загробной Жизни И здесь И он Находится И там И здесь Еще При жизни Ну да Есть Вот Люди Которых Тайны Гроба Не Тревожат Вот Пушкин О тайнах Гроба С улыбкой Говорит А вот Ленского Тревожит Вот Марина Святаева Из тех Кого Тревожит Кого Интересует Кого Влечет И вот Это Всехтворение Надгробие Очень точная Формула Поэтическая Неограниченности Человека Той Жизнью Которая Здесь Вот Так Оно Написано Иду На Несколько Минут В Работе Хаосом Зовут Бездельники Оставив Сто Оставив Сту Куда Ушел Опрашиваю Весь Париж Ведь В сказках Лишь Да в Красках Лишь Возносится На Небеса Твоя Душа Куда Ушла В шкафу Двустворчатом Как храм Гляди Все книги По местам В строке Все буквы На лицо Твое Лицо Куда Ушло Твое Лицо Твое Тепло Куда Ушло И заканчивается Сочетворение Гениальными Словами Там Слишком Там Здесь Слишком Здесь Человек Там Слишком Там А здесь Слишком Здесь Ему И здесь Земного Мало Ему Там Слишком Далеко И слишком Лишено Тепла И Человеческой Улыбки Вот его Такое Двоемирие Романтическое Оно вдруг Воскресло В душе У Марина Цветаевой Вообще В Цветаевой Очень сильно Живет Поэзия 18 века Здесь Отголоски Вот Поэзии Державина На смерть Мещерского Глагол Времен Металлозвон Твой страшный Звон Меня пугает Зовет Меня Зовет Твой стон Зовет И гроу Приближает Куда Сын Вечности Куда Мещерский Ты Сокрылся Оставил Ты Сей жизни В рек И Удалился Вот Вот Есть Какая-то Она Даже Пожалуй Больше Гораздо Больше Принадлежит Поэзии Идущей Вот Такой Мощи Державинской 18 Ну Державин На грани Он уже Начало 19 века Но он Душой Все-таки 18 веке Вот Этой Мощью Метафизической Мощью Насыщенностью Державинского Века Вот Гораздо В меньшей Мере Чем К веку 19 Вот Она Очень Интересно Написала О Пушкине У нее Есть Есть Гениальные Филологические Заметки О Пушкине Ахматовой Есть Совершенно Изумительный Мой Пушкин Марина Цветаевой Значит Марина Цветаева Прочитала Пушкина Как-то Совершенно Неожиданно Называя Не случайно И называется Ее Мой Пушкин Во-первых Ее Пушкин Негр Ее Пушкин Черный Почему Ну Она его Увидела Вот еще В детстве Вот памятник Пушкина Он же Ставит Он у нее Связался Сразу Вот Араб Петра Великого Его происхождения Вот Пушкин Негр Пушкин Черный Пушкин Вот такой Не такой Как все Она Приписала Ему Такой Контраст На белом Снегу Черный Пушкин Все По-цветаевски Все по-цветаевски Историю Пугачевского Бунта Он Как историограф Пишет Марина Цветаева Был допущен К архивам Он был допущен К архивам Он их читал Он знал Кто такой Пугачев А там В истории Пугачевского Бунта У Пушкина Такие детали Содрались С помещика Кожу И салом Человеческим Смазали Ружья Достаточно Не надо Объяснять Кто такой Пугачев И Там уже Вот эти Замечательные Слова Не дай бог Там Потом Не дай бог Там Видеть Русский Бунт Бессмысленный Беспощадный По поводу Холерного Бунта Но дело Не в этом Дело в том Что Пушкин Прекрасно знает Что Пугачев Это чудовище Но как же так Вот Капитанская Дочка Такой Справедливый Чуть ли не Добрый Ну Сначала Марина Цветаева Придумала Такую Вечу Наверное Сначала Он написал Капитанскую Дочку А потом Вот прочитал Историю Пугачевского Написал Вернее Историю Пугачевского Бунта Познакомишься С подлинными Документами Не тут-то Был Пушкин Сначала Написал Историю Пугачевского Бунта А потом Капитанскую Дочку Вот и Задумаешься Что же Такое Эта История Вернее Что Вернее Кто такой Пушкин Пушкин Преобразователь Мира Превращающий Ужас Дисгармонию Хаос Зло В красоту Добро Прощение Капитанская Дочка Конечно Никакого Прямого Отношения К истории Не имеет Она Не историческая Повесть Это Мир Пушкина Гармонический Мир Не совпадающий С трагическим Миром Марины Цветаевой И Марина Цветаева Увидит Такие ужасы По сравнению С которыми Пугачевский Бунт Станет Детской Сказочкой Есть еще Такая Ее Супруг Сражается В рядах Белой Гвардии Она Вынуждена Работать В Агитационном Бюро Где все время Делает Вырезки Из грозет Про Зверство Опять Про Зверство Пишет Марина Цветаева Ну да Там Про Зверство Белогвардейцев Которые Собственно говоря Ничем Не отличались От Зверств Красногвардейцев Это было Понятно Но так Ильинич Увидела Кровушек Увидела Она Кровушек Узнала Узнала Об ужасающем Потом От супруга Своего Узнала Она Об ужасающем Крымском Терроре Когда 22 тысячи Ни в чем Неповидных Людей Были Изрублены На части Изувечены Сброшены В топки Пароходов Утоплены В море Так что Правы Пушкина Не дай бог Увидеть Русский Будд Бессмысленный И Беспощадный Это точно Принять В отличие от Пушкина Марина Цветаева Конечно Принять Этот ужас И преобразовать Его в какую-то Гармонию Она Конечно Не могла Она Всем Душой Всем сердцем Своим Это все Конечно Отвергала И Написала Ну Сами посудите В каком Страшном Положении Они оказались Русская Миграция Когда Они От ужаса Большевизма Попали В ужас Надвигающегося Фашизма Ну Тут разница Между двумя Террорами Красным И коричневым И белым Белый террор Красный террор Коричневый террор Но если Еще в белом Написала Свою Лебединую Стаю И Воспела И был Романтический Такой Восторг То уж Надвигающийся Коричневый террор Марина Святаева Никак не могла Принять И не могла Не почувствовать Что такое Что это такое Что это за ужас Такой надвигается Так что Ее Возвращение Из эмиграции Ну Продиктованное В основном Конечно И личными Ощущениями Раз муж Вернулся То и она За мужем Вот Кстати говоря Когда мы Говорим О Христианском Православном Мироощущении То Одно дело Верование Так сказать В отцерковленность Которой может У Цветаева И не было А другое дело Вот внутреннее На уровне Какого-то Неписанного Закона Она муж Не жена Естественно Она за мужем Устремляется Да Были у ней Возлюбленные Да Влюблялась Да Все Все Так сказать Все было Все было Вот Но она Муж не жена И она верная В этом смысле Муж не жена Она возвращается Но мы знаем Про Ефрона Очень много Человек он был Во всяком случае Хотел быть Во всем благородным Он из того Теста Из того материала Вот из которого Гринев Береги честь С молодым Сохранился Замечательный эпизод Когда Эфрон Смотрит Фильм Чапаев Вообще Наша эмиграция С огромным Интересом С увлечением Я бы сказал Даже с некоторой Ностальгией С некоторой Тоской С некоторой Даже я бы сказал С завистью Смотрела На то Что происходит В стране Из которой Они вынуждены Были быть Уйти Чтобы сохранить Свою жизнь И вот Все смотрели Этот фильм Чапаев А в фильме Чапаев Есть такая Насквозь Ну как сказать Насквозь Неправдивая Сцена Там Идут Атака Белогвардейцев Они идут Психическая Атака Под барабанный Бой Вот навстречу Пулеметным Через диаманки Пулеметчицы Идут Кто-то падает А другие И продолжают идти Вот Красиво идут Да И Фронт Когда видит Эту атаку Он говорит Вот Вот какие мы были Вот как мы шли Кстати говоря Это вот Дивизия Которая Таким образом Шла В психическую Атаку Состояла Не из аристократов Белая Она состояла Из рабочих В Белой гвардии Было очень много Рабочих Очень Легенда Что якобы Рабочие Вот Шли за большевиками Рабочие Как и вся Россия Раскололась Кто-то шел за большевиками Кто-то шел за эсерами Кто-то ни за кем не шел Но Было очень Мощное Рабочее В частности Движение Белой гвартии Вообще-то Конечно Место поэта Не с белыми Не с красными И уж конечно Не с коричневыми Место поэта И не над А с людьми С людьми Поэт Живет В человеческих Душах В человеческих Сердцах Если он в них Не находится То он Лишь от счастья Поэт Марина Чветаева Не из тех Не из тех Кто вот Только в своем Мире заткнулась И из него Не выходит И Находится там У себя на парнасе Нет Она конечно Со всеми Людьми Со всеми Людьми Но Она как Библейские пророки А у нее Несомненно Кипит Вот это Обличительное Пророческое Такое начало Поэт Пророк Тут можно по-разному К этому делу Подходить Вот Линия Пророческая В русской Поэзии Без нее Вообще Русской Поэзии Как бы И не существует Не случайно Начинается Русская Поэзия Вот Восемнадцатого Века Все Переводят Пророческие Псалмы Царя Давида Вот И Державин Говорит От лица Пророка Цари Я мнил Вы боги Властные Никто Над вами Не судья А вы Как и я Подобно Страстный И так же Смертный Как и я И вы Подобно Так Падете Как Сдрево Падший Лист Падет Вядший Лист Падет И вы Подобно Так Умрете Как Ваш Последний Раб Умрет Восстань Жа Боже Боже Правый Моленью Моему Внемли Приди Суди Корай Лукавых И будь Един Царем Земли Вот Квинтэссенция Поэзии Восемнадцатого Века Уже В девятнадцатом Вот Державин Но Эта линия Пришла И к Пушкину Ведь Он Не в пустыне Жил Не путешествовал В арабийских Краях Не был А он В пустыне Чахлый Духовной Жажду Это в Михайловском В своем уме Не находился Напишет Что Духовной Жажду Томим В пустыне Мрачно Я влачился И шестикрылый Сиррофим На перепутье Где явился Ну и Заканчивается Это как В первом Варианте Восстань Восстань Пророк России Восстань И с вервием Навы Когда повесили Его Единомышленников По Кишиневскому К царю Губителю Явись Потом Конечно Политический Такой Автобиографический Прячется И Восстань Пророк И вишть И в нем Ли Исполнись Волей Моей И обходя Моря и земли Глаголом Жги сердца Людей А потом Появляется Пророк Лермонтова А Пророк Лермонтова С тех пор Как Вышний Судья Не дал Сведения Пророка В глазах Людей Читая Я Страницы Злобы И Порока Ну и там Все окружающие Смотрите Он Пример для вас Он горд был Неужил Провозглашать Я стал любви И правды Верные учения Меня же Близкие Мои Вросали Бешено Каменья И вот Окружающие Смотрите Вот Пример для вас Он горд был Неужил С вами Глупец Хотел уверить В нас Что Бог Гласит Его устами Марина Цветаева Конечно Ощущала Себя Пророчицей Такой Пророчицей Вот В ней Вот этот Обличительный Кипел Пафос И она не могла Не называть Зло Злом А добро Добром Без этого Ее поэзии Просто не существует Вообще Есть такие люди Что такое Пророк Вот Это человек Который должен Напоминать Рожден Для того Чтобы напоминать Что зло Есть зло Что добро Есть добро Что за зло Следует Наказание Что человеческий Путь Это путь добра И очень редко Бывает так Чтобы Голос Пророка Был услышан Будь то Во времена Державина Царя Давида Во времена Державина Во времена Пушкина Во времена Лермонтова И тем более Во времена Марины Цветаевой И вот Ее такое Стихотворение Просто все Пронизанное Обличением Обличением И Пророчеством Но только Ее пророчество Ведь оно Она человек 20 века И человек Который уже Достаточно Пресытился Вот этими Всеми Проектами Преобразования Мира Всеобщего Счастья С самых разных Сторон С самых разных Сторон И с белой И с красной И с коричневой Стороны Всего Она Уже Наслышалась Всего Наслышалась Она увидела Мир Она увидела И Францию И Германию Обрела Уют И Некое Душевное Равновесие В Праге Она Она Все Видела Но что Произошло Франция Стала Фашистской Франции Пала Как Перезрелое Яблоко К ногам Гитлера О Германии Говорить Нечего О мании О мумии Величия Сгоришь Германия Германия Сгоришь Безумие Безумие Творишь Так кто же Это услышал Кто же Это Расслышал Это уже Все Это уже Все Вот И Поэтому Ее Пророчество Это пророчество О своей Судьбе О своей Судьбе О своей Ну про самоубийство Она тут не говорит Она Просто Дает Как бы Описание Своей Поэтической Поэтического Ухода Из этого мира Еще при жизни Ну у нее Есть стихотворение Такое Я бы сказал Гордое Отказываюсь Отказываюсь Жить В бедлами Нелюдей Отказываюсь Выть С волками Площадей Тебе Мой мир На все Ответ Отказ Вот это Отвержение Мира Отказ Отказ Выть с волками Площадей А площади Воют Там фашисты Воют Тут коммунисты Воют Она Поняла Она почувствовала Как собственно говоря И Пастернак Почувствовал В конечном Счете В конечном итоге И Мандельштам Они все Где-то Где-то К концу Тридцатых годов Очень четко Почувствовали Что Их мир И мир Внешний Не совпадают А он и не должен Совпадать Внутренний мир Поэта Не может Совпадать С внешним Миром Дезгармония Внешнего Мира Она Существует Всегда И будет Существовать Всегда И вот тут Все зависит От того Как поэт Устроен Одни поэты Начинают По этому поводу Возмущаться Обвинять Обличать Это первая реакция А другие Где-то Внутренне Друг приходят К осознанию Своей внутренней Правоты Как высшей силы Как высшей силы И начинают Искать Правду Не во внешнем мире А в своей душе Прежде всего Но это путь Вообще Вот это Не только поэта Это путь Русского писателя Во многом Квиты Вам я Объедена Мною Живописанная Вас положат На обеденный А меня На письменный От того Что йота Счастлива Ястыных Не ведала От того Что слишком Часто Вы Долго Вы Обедали Всяк На выбранном Заранее Много До рождения Мести Своего Деяния Своего Родения И дальше Идет фейерверк Просто потрясающий Фейерверк Вот Сопоставление Внутреннего И внешнего мира Вы с отрыжками Я С книжками С трюфелем Я С грифелем Вы с оливками Я С рифмами С пикулем Я С дактилем Ах, как красиво Как красиво Как Какой-то Такой Гравюра Какая-то Резьба Какая-то В головах Свечами Смертными Спаржа Толстоногая Полосатая Десертная Скатерть Вам Дорогую Табачку Пыхнем Гаванского Слева И справа Вам Полотняная Голландская Скатерть Вам Да С саваном Почему Голландская Полотняная Потому что Мир голландских Натюрмортов Перед глазами Их много Видела Марина Цветаева Эти голландские Натюрморты Гениальные Замечательные Живописуют Разного рода Еду Разного рода Пищу Такой Гимн Жизни Празднику Жизни Но У Марины Цветаевой У Марины Цветаевой Пафос Другой Пафос Другой Вы с Трюфелем Я с Грифелем Вы с Пикулем Я с Дактилем А я бы сказал Вопреки Конечно Это не означает Что она была Аскетом Но все-таки В душе У нее Это как у всех Русских поэтов И поэтесс Все-таки Преобладает Аскетический Идеал Может исключение Составляет В какой-то степени Пушкин Который любил Очень Так сказать И стол И пищу И все Державин Шекснинска Стерлить Серебрица Каймак И борщ Уже стоят Не смеют Слуги Издохнуть Тебя Стола Вкруг ожидая Ну и Пушкина Пред ним Разбив Окровавленный И трюфль Роскошь Юных лет Еще бокал Жажда Просит Жарить Залить Горячий Жир котлет Ну звон Бригетова Уж доносит Что новый Начался балет Вот У Марина Святая Вкус Жизни В чем-то Другом В чем-то Другом Она Конечно Она Конечно Из того Теста Скроено Что Жанна Дарк Она Воительница Воительница Ну не на поле Боя Естественно На поле Боя Ее муж Был И фронт Она За письменным Столом И чтоб Скатертью Не тратиться В яму Место Низкое Вытряхнут Вас всех Со скатерти С крошками С огрызками Коплуном То Вместо Голубя Порох Порох Душа При вскрытии А меня Положат Голую Два крыла Прикрытием Ох Как много Сейчас Спекуляций Вокруг Трагического Финала Жизни Марины Цветаевой Ох Как много Но ведь Да Исторически Это тут Все Понятно Исторически Все понятно Она Оказалась Действительно В трагичной Ситуации И Чувство Вины Куда Оно Денется Ведь Она Ж Она Настояла На то Чтобы Вернуться В Россию И сына Привезла Она Сказала Мур Либо Станет Наполеоном Либо Погибнет Наполе Боя О боже мой Это же Сбылось Ну он Действительно Погиб Он Ушел На фронт Добровольцем И погиб Слава богу Наполеоном Не стал Слава богу Ну я уж не говорю Гибель мужа Совершенно То же Как все Абсурдное В ту В ту Ужасную Эпоху Совершенно Непонятное Когда-то Когда-то Раневская Сказала Ну вот вы Не поверите Но в то Умные люди Не могли понять Что происходит Действительно Как это понять Эфрон Муж Марины Цветаевой Который В конечном итоге Стал работать На Россию И вот он Возвращается В свою страну На Советский Союз Вот он возвращается И здесь Его расстреливают Да как же так Он же Для своей страны Уже Нью-Йорк Он прежде всего Патриот Ну я имел Счастье Беседовать С сестрой Марины Ивановны С Анастасией Цветаевой Вообще-то Она резкость Талантливая семья Надо прямо сказать Анастасия Тоже была Не лишена Таланта Это несомненно Это в ее Мемуарах Видно И просто Она как личность Вот от нее Шло От нее шло Шло Многие помнят Ее в Москве Музей Марины Цветаевой Она конечно Вне всякого сомнения Сила огромная Пройдя сквозь Все испытания К тому же Нас породнило Я и сказал Об этом Мы очень Над этим Ну не смеялись Над такими вещами Трудно смеяться Дело в том Что Когда Марин Я преподавал На высших Литературных курсах Я в Литеринституте Преподавал И одновременно Читал При Литеринституте Были еще ВЛК Высшие литературные курсы Где Писателям Уже Членом Союза писателей Два года Вот мы читали Лекции Курсы Лекции Я им читал Курс Спецкурс по Достоевскому Спецкурс по Толстому Ну и На меня Было Заведено Дело Оперативной Проверки Которая Называлась Антисоветская Пропаганда И агитация С высказываниями Ревизионистского Характера Была такая Статья Вот Ну к счастью Закончилась Советская Власть И закончилось Это дело А С каким же Изумлением Я Вообще Я Удивился Очень Этой статье Потому что Я никогда Никакой политикой Не занимался Отродясь А занимался Тем вот Чем сейчас Занимаюсь Русской литературой Русской поэзией Вот А Ну Это Извращенные Мозги Чиновничьи Они как-то По-своему Все воспринимают А Вдруг Я Узнаю Что На ВЛК Когда-то Училась Анастасия Цветаева И на нее Ее Отстранили Ну правда Нет преподавания Она Училась Ну вот Ее исключили Потому что На нее Была заведена Статья Дело оперативной Проверки По статье Антисоветская Пропаганда Агитация С высказываниями Ревизионистского Характера Ну боже мой Но Мы так По этому поводу Смеялись Очень сильно Но это уже Может смеяться Вот Когда это уже далеко Когда это уже Стало историей Но удивительное Постоянство Глупости Глупости Недомыслия И преступного Я бы сказал Недомыслия То что Марина Цветаева Оказалось Вернувшись В Советский Союз Вне Контекста Ну это Понятно Но кто Что-то Был в контексте У Пастернака Вот Пастернак Писал Душа моя Печальница Ну да Душа печальница Все 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 кругом Кто расстрелян Кто посажен Вот Помочь чем-нибудь Марине Цветаевой Он при всем желании Не мог Потому что Сам-то висел На каком-то На какой-то Паутиночке На каком-то волоске А что творилось В это время Военное время Это вообще Непередаваемо Уж казалось бы Уж какой Советский Рассоветский Кстати говоря Очень талантливый Поэт Лебедев Кумач Который написал Вставай Страна Огромная Вставай На смертный бой С фашистской силой Черной С проклятой Ордой Пусть ярость Благородная Вскипает Как волна Идет Война Народная Священная Война Великие Стихи написал Вот И вот Эвакуация И он На вокзале Срывает С себя Ордена И с криком Что этот Усатый Москву Сдает Швыряет Их В портрет Сталина Ну тут Его сразу Хватают Как сумасшедшего В психушку В страшную Казанскую Психическую Тюрьму Оттуда Он выходит Фактически Инвалидом Перестает Быть Поэтом И вообще Так Уже Дальнейшая Его жизнь Это просто Угасание Ну А что же В этой же Ситуации Марина Цветаева Эвакуация Тоже Эвакуация Но она Не писала Советских Стихов Но она Конечно же Патриотка До мозга Костей В Казань И тут Мне кажется Некоторые Такой Такая Шутка Дьявола Я бы сказал У нее Есть Фольклорная Такая вещь Написана Стилизованная Под фольклор Где есть Такая Строка Когда же Придут Татарские Собаки Ну разумеется Эта вещь Идет не о национализме Каком-то Или какого-нибудь Нелюбви К татарам Нет Тут Тут просто Это как историческая Краска Тех времен Вот когда Татаро-монгольское Нашествие Хотя несправедливо Как теперь выясняется Назван Татаром Монгольским Это Ни монгол Ни татар Тут почти что Не было Это были Какие-то Другие Совершенно Люди Исчезнувшие Из карты Мировой Истории И были В частности Многие-многие Русские Князья Междуусобные То что Стало тем Бедствием Которое Потом Обобщили И назвали Вот Ну сейчас Слава Богу Уже не говорят Татаро-монгольское Иго Говорят Золото-ордынское Иго Но это Немножечко Другое Золотая Орда Была Золотая Орда Была А народы Там были Самые разные И русские И польские И хазары И кого-то Там не было И вообще-то Не разбили Поймешь Но Возможно Этой Неудачной Исторической Такой Фразой Возможно Марина Цветаева Обеспечила Себе Негостеприимный Приют В Казани Во время Эвакуации Во время Эвакуации В Казани Она оказалась Без источника Жизни Без источника Существования У ней Не было Никакой Работы Вообще Никакой Ну Представляете Что такое Во время войны Не иметь Никакой Работы Это И так-то И те Кто работали С хлеба На квас Перебивались По карточкам Что-то там Получали Вот А тут вообще И она В отчаянии Пишет заявление С просьбой Разрешить ей Быть Уборщицей В столовой Дома печати И сохранилась Резолюция Отказать Ну дальше Волей судьбы Она В Елабуге Со своим Любимым Сыном Муром С которым У нее Отношения Конечно Не очень Хорошо Складываются Сын Сын Естественно Не понимает Почему Зачем Его привезли Сюда Вот Почему они Приехали сюда И вернулись На Почти На верную Гибель Ну Да многое Тут и возрастное Какое-то Так сказать В общем Помимо Общей Трагедии Еще Нарастает Какой-то Семейный Разлад Какой-то Внутренний Разлад Возникает Такая Сцена Обычная В обычной Ситуации Ну Сын Стремится На свидание А Мама Его не Отпускает На свидание А он Уходит В обычном Контексте В обычной Обычной Самоубийство Марины Цветаевой Вот В Елабуге Там Показывают И дом Где она Повесилась И Гвоздь На которого Она Повесилась Вот Но Есть Очень Небольшие Вернее Очень большие Сомнения По поводу Ее Захоронения Дело в том Что мы Вот как Не знаем Где могила Мандельштама Фактически И могила Марина Цветаева Это условная Как бы Могила По каким-то Соображениям Вот Вроде Здесь Она Похоронена Но Тем не менее Елабуга Стала Местом Поломничества Местом Поломничества Но Я думаю Что Все Таки Когда Речь Идет О Поэте Надо Обращать Внимание Не столько На Внешнебытовые Обстоятельства И На Место Где они Были В последнем Сколько На То Что Они Написали Какое Завещание Они Нам Оставили А Несомненным Поэтическим Завещанием Марины Цветаевой Конечно Же Является Поэма Горы Которая Начата В 1924 Году Ну Завершена В 1939 Году В Преддверии Того Ужаса И Той Трагедии Которая Совершилась В Преддверии Тех Трагических Событий Это Не просто Поэма Это Поэма Памятник Поколению И Поэтам И Непоэтам Всем Людям Которые Оказались Вот В Этой Эпохе Ну Надо Сказать Что Построена Она Поразительно Она Построена Вот так Как Икона Писалась Обратите Внимание Что на каждой Иконе На многих Иконах Вот На троице Рублевых Есть Позади Гора Обязательно Гора Потому Потому что Гора Есть Символ Возвышения Человеческого Дука Ну И Исторически Иногда Это Бывает Но Вот Например Когда Иоанн На острове Патмос Диктует Своему Ученику Прохору Диктует Апокалипсис А там Гора Возвышается Пожалуй Это Вот такая Хорошая Иконная Заставка Горе Марина Цвета Вообще-то Поэма О любви И эпиграф Взятый С Герденлина О любимый Тебя удивляет Эта речь Все Расставшиеся Говорят Как пьяные И любят Торжественность Вот Говорят Как пьяные И любят Торжественность Это Камертон Поэзии Марина Цвета Она Умело Умеет Говорить О любви Торжественно Ее Поэзия Есть Литургия Любви Гимн Любви Не важно Какой Трагической С расставанием Разделенной Неразделенной Как живется Вам С подобием Вам Познавшему Валит Обращение Судорог До перебоев Хватит Дом Себе Найму Отголоски Житейских Пурь Житейских Волнений Но Над всем Воздвигается Храм Любви И поэзия Марина Цветаева Это Прежде всего Литургия Любви Любви Двоих Мужчины И женщины Они Всегда Двое Они Всегда Одни И это Всегда Целый Мир Двое Горя Горя Дай мне О горе Спеть О моей Горе Черной Ни днесь Ни впредь Не заткну Дыры Дай мне О горе Спеть Наверху Горы Та гора Была Как Грудь Рекрута Снарядом Сваленого Та гора Хотела Губ Девственных Обряда Свадебного Требовала Та гора Океан В ушную Раковину Вдруг Ворвавшимся Ура Та гора Гнала И ратвала Та гора Была Как гром Зря С титанами Заигрываем Той горы Последний Дом Помнишь На исходе Пригорода Та гора Была Как гром Та гора Была Миры Бог За мир Взымает Дорого Та гора Была Над городом Но есть у Маяковского Опять отголоски Помните Погибла Помпея Когда Раздразили Везувий Гора Гора Поэта Гора Поэта Непар 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 Изумительная Перспектива Вся культура Мировая То, что в Марине Цветаевой жила, вот она дочка основателя музея, мы об этом вспоминали, западноевропейской культуры, Пушкинского музея. Вот вся эта культура, ну не только западной, вообще всей мировой культуры, вот это все тут есть. Сейчас все это оживет, все это придет сюда. И все это, с одной стороны, это вот холм, где расстреливают, с другой стороны, это и Парнас, и Синай, вот слушайте, ни Парнас, ни Синай, просто голый, казарменный, холм, равняйся, стреляй, отчего же глазам моим, раз октябрь, а не май, та гора была рай. Ну это гора любви, конечно, это гора любви, а вокруг расстрелы, вокруг гражданская война, мировая война, гражданская война, революция, а это гора любви. Как на ладони подданный, рай не берись, коль жгучь, гора бросалась под ноги колдобинами кручь, Как бы титана лапами, кустарников и хвой, гора хватала за полы, приказывала стой. О, далеко не азбучный, рай сквознякам сквозняк, гора валила, назднич нас, притягивала, ляк. Отропев под натиском, как не понять и днесь гора, как сводня святости, указывала здесь, как прекрасно сказано, сводня святости. Любовь человеческая, любовь, я не люблю слово «любовь земная», любовь не бывает земная, какой бы она ни была, она всегда небесная, а любовь мужчины и женщины уж тем более. Персифоны, зерно гранатовое, как забыть тебя в стужах зим, помню губы двойною раковиной, приоткрывшиеся моим. Персифона, зерном загубленная, губ упорствующих багрец и ресницы твои зазубринами и звезды золотой зубец. О, когда бы, здраво и попросту, просто холм, просто бугор, говорят, тягуя к пропасти, измеряют уровень гор. В ворохах вереска Бурова, в островах страждущих вой, высота бреда над уровнем жизни, на тебе меня, твой. Но семьи тихие милости, но птенцов лепят, увы, от того, что в сей мир явились мы небожителями любви. От того, что в сей мир явились мы небожителями любви. Вот в чем дело-то. Вот ключ ко всему. Вот что самое главное. Все остальное может быть, а может и не надо. Все остальное, это вокруг, это суета-сует. В сей мир явились мы небожителями любви. А все остальное, это так, это просто, это за скобками. В чем угодно, как угодно можно относиться к поэзии Марины Цветаевой, но более торжественного, более яростного, более возвышенного утверждения любви мужчины и женщины не существует в поэзии. На русском языке, во всяком случае. Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ непреложнейшее родство. Гора говорила, что кое-мужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор – жизнь, что все есть век по сердцам базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустила галь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляя судить горе. Гора говорила, мы были немы, предоставляя судить горе. Гора – это любовь. Гора – это любовь. Она разговаривает, она повелевает, она приказывает, она притягивает, она манит падением пропасти. Она – все, любовь, гора. Гора горевала, что только дымом станет, что ныне и мир, и Рим. Гора говорила, что быть с другими нам не завидую тем другим. Гора горевала о страшном грузе клятвы, которую поздно клясть. Гора говорила, что стар тот узел Гордиев – долг и страсть. Гора горевала о нашем горе. Завтра, не сразу, когда над лбом уже не мемента, а просто море. Завтра, когда поймем звук, ну, как будто бы кто-то просто, ну, плачет вблизи. Гора горевала о том, что врозь нам вниз по такой грязи. В жизнь, про которую знаем все мы, сброд, рынок, базар. Еще говорила, что все поэмы Гор пишутся так. «Та гора была, как горб Атласа Титана стонущего. Той горою будет горд, город, где с утра и до ночи мин, жизнь свою, как карту бьем, страстный не быть упорствуя, наравне с медвежьим рвом и двенадцатью апостолами. Помнишь, на исходе пригорода та гора была миры, боги мстят своим подобием». «Горе началось, горе началось, боги мстят своим подобием, горе началось с горы. Та гора была над гробием». «Боги мстят своим подобием, потому что человек в любви настоящей мужчины и женщины становится подобен не богам, но становится подобен богам. И боги начинают мстить, мстить дальнейшей судьбой. А судьба всегда примерно одинакова. Минут годы, и вот означенный камень плоским, смененный, снят. Нашу гору застроят дачами, полисадниками стеснят. Говорят, на таких окраинах воздух чище и легче жить. И пойдут лоскуты выкраивать, перекладинами рябить. Перевалы мои выструнивать, все овраги мои вверх дном. Ибо надо ведь хоть кому-нибудь. Дома счастье и счастье в дом. Счастье в доме, любви без вымыслов, без вытягивания жил. Надо женщиной быть и вынести. Было, было, когда ходил счастье в доме любви нескрашенной. Ни разлукую, ни ножом. На развалинах счастье нашего город станет, мужей, жен. И на том же блаженном воздухе, пока можешь, еще греши. Будут лавочники на отдыхе пережевывать барыши. В час неведомый, в срок негаданный, Опознайте всей судьбой непомерную и громадную гору заповеди седьмой. Тверже камня краеугольного клятва и смертника на одре. Да не будет вам счастья, дольнего муравьи на моей горе. Ну, это заклятие, это заклинание, это признание вечной любви. А любовь не любовь, если она не вечная. То есть она может, житейски-то она, вот, разлука и гору застроит дачами, но в тот момент, когда эта любовь существует, она вечна. И Марина Цветаева воздвигла свою гору вечной любви. Вечной любви. Гениальную поэму горы. И вся ее поэзия есть ничто иное, как поэма «Горы». Гениальную поэму горы. Субтитры создавал DimaTorzok